Доброе утро, дорогие друзья! Мы желаем доброго утра всем, кто присоединился сейчас к нам. Тем более, что это утро обещает быть не просто добрым, оно еще будет полезным, ведь речь пойдет сегодня о чистых руках. Нет, не тех чистых руках, про которые говорил главный чекист страны Феликс Эдмундович Дзержинский. Мы будем говорить сегодня о том, как обеззаразить наши руки антисептиками и тем самым уберечь себя от всевозможных инфекционных заболеваний. Об этом в нашей программе сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13, в горах плюс 2, плюс 7. Днем столбик термометра поднимется до плюс 26 и местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем 24-26 градусов тепла. Ну что, друзья, погода нормальная для августа, она радует, выходные пройдут, я надеюсь, так, как вы их запланировали. Я же с удовольствием представляю вам нашего утреннего гостя. Это профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфитологии Северо-Западного медицинского госуниверситета имени Мечникова, Батрубек Асланов, гость нашей студии. Доброе утро, Батрубек Асланович. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, хотя находитесь на отдыхе дома. Тем более, что речь, я думаю, пойдет о вещах не просто актуальных. Те вопросы, на которые мы хотим сегодня найти ответы, они стали неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в последние, наверное, года три уже можно смело обозначить такой срок. Будем говорить не просто о чистых руках, а то, что чистые руки – это залог нашего здоровья. Чистые руки могут сегодня уберечь любого человека, который использует обеззараживающие средства, антисептики в своей жизни, могут просто уберечь от ненужных проблем и забот, и хлопот. Мы с вами встречаемся накануне периода, когда приближается межсезонье, осень и разгол всевозможных эпидемий, грипп, ОРВИ, ОРЗ, и еще не нужно исключать, наверное, таких моментов, как эпидемия новых штаммов, которые, возможно, появятся осенью. Не будем никого пугать сегодня, не будем, ну не знаю, нагнетать, наверное, ситуацию преждевременно, но все-таки давайте поговорим. Вообще, что такое эпидемия и можно ли ее предугадать, как-то предупредить? Человечество контролируется миром микробов. Если мы вспомним средние века, если мы вспомним древние века, когда были массовые эпидемии, массовые пандемии, то эти эпидемии, они уносили ровно одну треть населения. И это было своего рода некое регулирование человеческой популяции. У нас есть такая иллюзия, что мы контролируем миром микробов. На самом деле нет, это они нас контролируют. И мы будем всегда сталкиваться с такими эпидемиями. Этого не нужно пугаться, естественно, мы не будем никого пугать. Но если я скажу, что в ближайшее время будет какая-то новая пандемия, вот если мы вспомним буквально несколько месяцев назад, когда Европу охватила новая вспышка ОСПО-обезьян, хотя на самом деле про ОСПО-обезьян мы знаем очень-очень давно, но тем не менее сейчас именно организация здравоохранения объявила ОСПО-обезьян как чрезвычайная ситуация, которую нужно контролировать, нужно налаживать мероприятия в масштабах каждой страны, чтобы ОСПО-обезьян не получила такое же распространение, как новая коронавирусная инфекция. Предугадать эпидемии некоторые можно, некоторые нет. Например, коронавирусную инфекцию мы не смогли предугадать, хотя мы думали, что очередной пандемией будет пандемия, например, очередного нового вируса гриппа, например, гриппа птиц, но это оказалось именно коронавирусной инфекцией. Если мы вспомним всю историю всех пандемий, эпидемий, то самая масштабная была как раз 100 лет назад. Это была пандемия так называемой испанки, испанского гриппа, хотя этот грипп к испании никакого отношения не имеет. Это был 1918-1919 годы. И спустя ровно 100 лет, несмотря на все наши прогнозы, спустя ровно 100 лет мы столкнулись с новой очередной пандемией. На этот раз оказалась пандемия коронавирусной инфекции. В России поколение до, по-моему, 1989 года рождения привито от оспы. Ну, какова вероятность того, что мы тоже ее, как говорят, сегодня прихватим, подхватим? Да, вы совершенно правы. То поколение, которое было привито от натурального оспы, так называемого натурального оспы, это болезнь гораздо более серьезная, чем оспы обезьян. Это поколение считается защищено примерно процентом на 85, не на 100%, естественно. Процентом на 85 защищено от оспы обезьян. А то поколение, которое родилось уже спустя, после окончания вакцинации против натурального оспы, более 40 лет уже. Да, 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 после 40 лет. Это, конечно, такая уже неиммунная простойка, так называемая, которая может потенциально быть вовлечена в эпидемию оспы обезьян. Ну, дабы уберечь наших телезрителей от каких-то вероятностей заболеть, чтобы вы порекомендовали, чего нельзя делать, чтобы себя обезопасить лишний раз? Безусловно, ведь вся концепция профилактики любого инфекционного заболевания, она устроена на совершенно простых вещах. Это избегать контактов с источниками инфекции. Это, как вы совершенно верно заметили в начале нашей сегодняшней встречи, это сделать так, чтобы так называемые факторы передачи не реализовались, а руки — это самый сильный фактор передачи любой практически инфекции, и воздушно-капельных инфекций, и, естественно, так называемых инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, который реализуется пищевым путем, контактно-бытовым тем же самым путем, водным путем. И, соответственно, вся концепция профилактики, она построена на знаниях о том, как передается та или иная инфекция. Если инфекция передается в основном, так называемом, контактно-бытовым путем через руки, то, соответственно, необходимо мыть руки. Самое простое, что мы можем сделать. Если это пищевой путь передачи, то, соответственно, необходимо обрабатывать пищу таким образом, чтобы все микробы, которые даже потенциально находящиеся в этом пищевом продукте, были уничтожены. Если это водный путь передачи, то, соответственно, нужно иметь у себя доброкачественную воду, то есть потреблять доброкачественную воду. Вот, собственно, и вся концепция профилактики. А если говорить в частности о той же оспе обезьян, то она больше передается при непосредственном контакте, она передается тем же самым воздушно-капельным путем. Ну, соответственно, избегать источниками инфекции, так называемое социальное дистанцирование. Если речь идет, если мы вспомним те мероприятия, которые были внедрены при новой коронавирусной инфекции, это, помимо прочего, это защита органов дыхания. Вот, собственно говоря, все то же самое, что мы знали еще и со средних веков. Ничего с этого времени не поменялось абсолютно. Естественно, то, что поменялось, это внедрение вакцин, вакцинация. И несмотря на то, что многие, особенно на Кавказе, отказываются от вакцинации, родители отказываются от вакцинации, хочу сказать, что вакцинация – это одна из самых действенных мер профилактики инфекции. Которые регулируются с помощью вакцин. Если вспомнить то же самое, например, полиомиелит. Полиомиелит – это крайне опасное заболевание, которое, если не к смерти приводило, то приводило к инвалидизации. Это, если мы вспомним корь, туберкулез и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать. В отношении этих заболеваний. И, кстати говоря, натуральная оспа, которую мы с вами упоминали. Натуральную оспу – это очень серьезное заболевание, которое приводило к летальному исходу. Натуральную оспу смогли победить только с помощью вакцинации. Я хочу, пользуясь моментом, провести некую агитацию тех родителей, которые против вакцинации. В этом ничего плохого абсолютно нет. Это защищает ваших детей от возможных серьезных инфекционных заболеваний. Надеюсь, что вас услышали. Давайте поговорим сейчас о средствах обеззараживающих, об антисептиках. Что вообще входит в их состав? И, может быть, вы порекомендуете сегодня какие-то… Я, например, страшно не люблю антисептики гелевые. Они просто противные какие-то. Я люблю спиртовые какие-то такие составы. Почувствовал запах спирта медицинского и почувствовал себя, скажу честно, каким-то защищенным, что ли. Вот ваши рекомендации можно было? Вы уже назвали этот основной состав, который сейчас рекомендуется во всем мире, рекомендуется в всеми организациями здравоохранения, в частности. Это так называемые безводные спиртовые антисептики. Они процентов на 60-70 состоят из спирта. Либо этилового спирта, либо изопропилового спирта. И это как раз та формула, которая позволяет максимально полно уничтожать так называемую транзинтовую микрофлору на руках человека. Они не обладают дубящим средством, в отличие, например, от спирта 96-процентного. Именно за счет вот такого состава, 60-70% спирта, они обладают максимальной эффективностью в отношении тех микробов, которые могут потенциально вызывать инфекционные заболевания, переносимые нашими руками. Это вот основной состав. Спирт. И разницы нету? Это жидкая какая-то консистенция или, может быть, гелевая разница при этом никакой? В плане эффективности, в плане именно уничтожения микроорганизмов нет. Но в плане именно долгосрочности, скажем так, сохранения действующего вещества добавляет гелевую основу, чтобы эта гелевая основа позволила дольше сохраниться действующему веществу на руках. И создать такую некую, если можно так выразиться, защитную пленку на руках. Вот, и, собственно говоря, из-за этого еще и изобретают такие вот гелевые формы антисептиков. Ну вот, видите, я, например, этого не знала. Бутербек Исмелович, всенародная Елена Малышева еще в начале пандемии COVID-19 демонстрировала шесть возможностей, шесть, как сказать, движений, да, мытья рук. Вот мы можем сегодня, во-первых, их напомнить, чтобы так не расслаблялся народ, скажем, откровенно. И вообще, насколько вы приверженец вот такого способа мытья рук, как предлагают нам медики. Во-первых, если говорить про сами движения, их действительно шесть движений. Я могу вам демонстрировать в эфире, если надо. Да. Во-первых, шесть движений. Во-вторых, выделяется так называемые пять моментов, пять показаний гигиен рук, да, при каких условиях, особенно в госпитальных условиях, чтобы не было передачи так называемых госпитальных инфекций, внутрибольничных инфекций. На самом деле, внутрибольничные инфекции обладают крайне высокой актуальностью, несмотря на то, что официальные цифры в нашей стране, они, к сожалению, примерно раз в сто занижены, чем реальные показатели. От внутрибольничных инфекций мы, наша экономика теряет сотни миллиардов рублей. Но одно дело, если пациента прооперировали, у него не возникла внутрибольничная инфекция, он выписался, это одна стоимость лечения этого пациента. А если присоединяется внутрибольничная инфекция, это дополнительная койка дни, которая стоит денег, это дополнительное исследование пациентов, это дополнительное лечение, антибактериальное лечение пациента с помощью антибиотиков и так далее. Вместо того, чтобы больница потратила какое-то количество денег на лечение без осложнений, если возникает осложнение, там затраты гораздо более высокие. Если взять, например, Европу, европейский регион, они тратят на лечение внутрибольничных инфекций порядка 10 миллиардов евро каждый год. Это громадная сумма на самом деле. Это дополнительно к основному лечению. И поэтому выделяют основные показания, при которых необходимо выполнять гигиенную руку. И действительно, эти движения, их шесть. Сначала ладонь об ладонь, потом межпальцевые промежутки, вот так вот, да. Потом тыльную сторону одной руки, второй кисти, потом большие пальцы, вот так вот, да. Потом замочек вот такой вот так называемый, да. Ой, не запомнил. Кончики пальцев, вот так вот. На самом деле, картинки с изображением этих шести движений, они, если вот зайти в медицинские организации, они очень часто висят возле раковин, чтобы напоминать лишний раз врачам, медицинским сестрам о том, как необходимо обрабатывать свои руки. Эти движения, они не просто так вот изобретены, да. Вот эти движения, они позволяют на самом деле обработать все, абсолютно всю поверхность наших кистей, наших пальцев и межпальцевых промежутков. И те участки, которые наибольше подвержены загрязнению. Мы очень часто трогаем именно кольчиками пальцев, большими пальцами. Мы, не замечая, постоянно делаем вот так вот, да, вот так вот, вот так вот, да. А на самом деле, самоконтакт тоже имеет определенное значение в передаче инфекции. Хотя большую часть, конечно, имеет значение передачи инфекции, если говорить про те же больницы, от одного пациента к другому на наших руках. Но, тем не менее, самоконтакт тоже имеет определенное значение. Особенно в плане заражения после контакта с каким-то другим инфекционным началом. Поэтому гигиена рук крайне актуальная вещь, о которой мы говорим постоянно, на каждой конференции, на каждом конгрессе. Несмотря на то, что мы уже говорим об этом уже очень-очень-очень давно. Сейчас очень актуальна является так называемая концепция единого здоровья, которая регламентирует проводить все мероприятия в отношении профилактики инфекционных заболеваний не только в отношении человека, но еще и в отношении животных и также в отношении растений. Потому что растения тоже болеют инфекционными заболеваниями. Об этом мало кто вспоминает, но, тем не менее, всю концепцию профилактики инфекционных заболеваний нужно строить вот в этом едином ключе. Мы стараемся изучить, разрабатывать, соответственно, систему профилактики, держа в голове именно вот эту концепцию, концепцию единого здоровья. Еще занимаемся тем, что изучаем микробы, которые циркулируют в зонах вечной мерзлоты, в зонах Арктики и Антарктики. Потому что там тоже живут микроорганизмы, которые могут тоже быть потенциальными, с одной стороны, потенциальными источниками инфекционных заболеваний, но, с другой стороны, мы изучаем потенциальную возможность этих микробов продуцировать противомикробные средства. То есть на основе тех веществ, которые продуцируют эти микробы, синтезировать противомикробные препараты. Этими вещами мы тоже занимаемся. Я думаю, почему вы так хорошо выглядите? Так вы частенько весьма бываете на самом крайнем севере нашей страны, где, в общем-то, все это и случается. Замораживаетесь потихоньку? Лично я не бывал еще ни разу, но мы отправляем наших сотрудников, сотрудников моей кафедры. В частности, мы с января 2023 года у нас будет очередная экспедиция в Антарктиду. У вас нет желания поехать? Это надолго. Соответственно, бросать работу надолго не получается. Хотя это тоже, конечно, часть нашей работы. Поэтому, соответственно, некоторые мои сотрудники уезжают в такие длительные командировки. Они длятся от трех месяцев до полгода, а то и больше. Интересно, конечно. Это очень интересно. Поскольку необходимо, во-первых, знать, какие микроорганизмы, какие микробы циркулируют во всех частях нашей Земли. Буквально несколько лет назад британскими исследователями был сделан такой прогноз, что может ожидать человечество, если в отношении инфекционных заболеваний, в отношении противомикробных средств, то есть антибиотиков, которые можно лечить инфекционные заболевания. Если все будет идти с такой же тенденцией, которую мы имеем сейчас. Так вот, к 2050 году от так называемых антибиотикорезистентных, то есть устойчивых к антибиотикам штаммов микроорганизмов, будет погибать больше людей, чем погибает от сердечно-сосудистых заболеваний, чем от онкологических заболеваний. Представляете, к чему мы идем? И это было еще, кстати говоря, этот прогноз был сделан еще в доковидное время. Ковидное время усугубило, очень сильно усугубило ситуацию с антибиотиковой устойчивостью. Мы за вот эти буквально несколько лет, в тех условиях, в которых мы живем в отношении коронавирусной инфекции, мы назначаем и назначали такое огромное количество в масштабах всего мира, такое огромное количество антибиотиков, что мы существенным образом усугубили проблему антибиотикорезистентности. И, соответственно, нужно разрабатывать новые антибиотики. А после 80-х годов, практически до 2015-2017 года, ни одного нового класса антибиотика не было разработано. То есть буквально был такой 30-летний провал. И сейчас очень большая проблема с разработкой новых антибиотиков, поэтому нужно искать альтернативу антибиотикам. Да, я наконец-то во всем разобралась и просто для себя уяснила, что работа не просто интересная, она очень актуальна и необходима, уже в наши дни сегодняшние. Вот мы как-то коснулись тоже, что инфекции передаются, оказывается, от растений человеку, от животных, от птиц. Вот что же делать тем собатникам, кошатникам, которые вот этих своих джонников, пупсиков, барсиков и целуют, и тискают, и спят с ними? Насколько велика опасность для таких людей, для любителей домашних животных? Как я уже упоминал, есть инфекции общие для животных и для человека. Естественно, в этом случае необходимо оберегать себя, оберегать теми же самыми способами, которыми мы оберегаем себя от заражения, от человека, собственно говоря. То есть необходимо соблюдать те же самые принципы. Это не контактировать с домашним животным, это мыть свои руки, собственно говоря. После каждого контакта. Да, если речь идет, если мы говорим про, например, развитие животноводства на Кавказе, крайне актуальной инфекцией является бруцеллез, например. Необходимо обезопасить себя от заражения бруцеллезом. Если речь идет не о профессиональном заражении, у ветеринаров или у зоотехников, а о заражении обычных людей, то необходимо сделать так, чтобы не потреблять продукты животноводства от больных бруцеллезом животных, соответственно. То есть не пить, соответственно, сырое молоко, следить за тем, чтобы домашнее животное было здоровым. Принципы профилактики, они практически такие же, как и, собственно говоря, принципы профилактики при так называемых человеческих инфекционных заболеваниях. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что мы еще не один раз встретимся в нашей студии, потому что поводов для разговора будет очень много. Спасибо большое. Спасибо вам. Всем желаю здоровья. Спасибо. Друзья, напомню вам, что сегодня наше утро сделал профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезиофентологии северо-западного Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Мечникова Батербек Асланов. Я же прощаюсь с вами, будьте здоровы и непременно проведите ближайшие выходные так, чтобы в понедельник вам было о чем рассказать. До свидания, до новых встреч.